всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим про подкрутки ворду танкс сейчас эта тема популярна всегда она была популярна танкисты любят про это поговорить каждый блогер наверное высказал свое мнение про подкрутки и даже те которым это не особо интересно все равно рано или поздно сталкиваются с таким вопросом в своем чате и отвечают чаще всего что все подкрутки это чепуха это если посмотреть сильных игроков поскольку сильные раки провели работу над своими ошибками поработали над тем чтобы у них скилл в игре вырос и понимает что правильное решение во время боя когда ты действительно повлиял на исход боя они то и приводят к тому что у тебя высокая статистика у тебя хороший скилл и ты затащил бой в какую бы задницу тебя не закинула можно найти правильное решение в бою чтобы выложиться на максимум этого может конечно и не хватит для победы ты можешь конечно и ошибиться любой игрок ошибается рано или поздно но на то они и статисты чтобы ошибаться реже и даже из ошибки выжать максимум поэтому сильным игрокам им некогда про ваши подкрутки думать они заняты тем чтобы сыграть бой на максимум и выжать из него все а кто там чё кому подкручивает если сидеть во время боя про это думать говорить то ты будешь отвлекаться от боя и будешь играть хуже и за счет этого и не будешь затаскивать или показывать максимальный результат в бою а есть эти подкрутки или нет а какая разница если работая над своим скиллом можно достичь таких результатов которые вам и не снились нету такого в игре что тебе какая-то подкрутка там не дает реализовать скилл тем более доказательств нет ни у кого все могут только рассуждать и думать и высказывать свое мнение поэтому кто-то из них может быть и прав кто-то не прав но что точно в игре есть это то что люди у которых реально высокий скилл они решают исход боя они влияют на победу и у них очень высокая статистика не просто так а потому что они реально умеют играть вот что действительно в игре есть буквально недавно я несколько месяцев работал над тем чтобы улучшить свою игру и результат не заставил себя долго ждать если посмотреть на кттс играл допустим на 3 200 вн 8 и 60 процент побед сейчас у меня все чаще и чаще 4000 вн 8 и 70 процент побед иногда чуть больше надо чуть меньше зависит от того еще на каком танке я играю поскольку допустим кранваген мне легко дается я его могу реализовать мне он понятен все что в нем есть в этом танке а вот из 4 оказался намного глубже сложнее и в нем больше мелких деталей которые не дают играть настолько легко как на кранвая не нужно учитывать очень много мелочей из-за этого на нем тяжело но на нем тоже получается нормальный результат лучше той статистики которую мне было недавно теперь давайте перейдем к тому же о чем говорят большинство остальных блогеров кто-то говорит что подкруток нет но есть вбр кто-то говорит что мощности серверов не хватит чтобы во время боя подкрутки обсчитывать кто-то говорит что хватит кто-то говорит что это выгодно кто-то говорит что чем больше онлайн тем больше вероятность одинаковых плохих или хороших значений подряд теперь давайте я скажу свое мнение по поводу этих высказываний выгодны ли подкрутки для компании wargaming смотря в каком виде если это делать прямо во время боя и бои и стрельба выглядит странно то выгоды здесь никакой нет поскольку страдает имя компании страдает качество игры и люди уже про игру думают что она не очень и про компанию которая создала тоже что портит имя этой самой компании и репутация в нынешнее время стоит очень дорого поэтому репутацию свою скатывать до днища какого-то здесь выгоды никакой нет поскольку на длинной дистанции по итогу во все эти игры от этой компании с плохим именем никто играть не будет все сразу будут смотреть а вот эта компания сделала ну это днище поэтому здесь ничего хорошего я не вижу поэтому если смысл тратиться на подкрутки во время боя чтобы люди прям видели во время боя что происходит какая-то чепуха я не вижу в этом смысла никакого это в плане того что если в этом выгода я ее не вижу хватит ли мощностей у серверов или нет мне неизвестно смысла об этом говорить я не вижу еще интересное высказывание то что одному ты подкручиваешь он нагибает потом другому подкрутишь он нагибает прям во время боя а подкручивание это считается каким-то выстрелом свертухи а зачем этим заниматься если так выстрел свертухи за счет этих механик которые есть в игре уже сами и происходит эта позиция мне непонятно и какой в ней смысл тоже но сделал один выстрел свертухи и что ты получил уже наслаждение на неделю вперед а потом тебя просто убили целиком и ты доволен но зато я один выстрел свертухи сделал мне кажется какая-то чепуха поэтому это мнение не раскрыто и высказано как-то непонятно для меня по поводу того что чем больше онлайн тем чаще выпадают одинаковые значения в ряд плохие или хорошие когда был онлайн миллион в картошке я почему-то играя не замечал что вы у меня подряд было очень много одинаково говняных результатов наоборот все было как-то сбалансировано иногда чуть хуже иногда чуть лучше стрельба такая вот разнообразная не было абсолютно плохих дней целиком или хорошего дня где ты просто едешь по полю вперед и всегда побеждаешь ничего не делая раньше когда я играл все было сбалансирование если был когда-то один плохой день то это чуть ли не раз в месяц раз в несколько месяцев сейчас же играя когда онлайн намного ниже такое происходит намного чаще бывает часто что серия выстрелов плохих бывает часто что вот ты пару дней поиграл нормально потом день когда играть вообще очень тяжело это происходит не раз в месяц или раз полгода это происходит раз в несколько дней то есть эти серии якобы плохие сейчас чаще когда онлайн намного ниже чем тогда когда был выше поэтому это высказывание тоже опровергаю она странная может быть она так задумывалась технически по формуле как в этом высказывание говорится но на деле происходит все наоборот я специально не называю ничьих ников мне это не интересно я просто хочу для своей аудитории донести свою мысль и все мне никакие срачи или диалоги с другими блогерами не интересны пусть сами между собой хайпится и срутся общаются или что они там делают ну и последнее мнение которое я посмотрел в нарезках это мнение 40 тонн единственно кого я назову поскольку я считаю что это единственный человек который развернуто все рассказал рассказал много и видно что человек разбирается еще когда-то старое видео 40 тонн смотрел не знаю что там на него гонят что там рассказывают но было видно что и в то время он грамотно и раскрыто все рассказывал и сейчас тоже самое нету такого что он просто на эмоциях нагородил черт и что а просто грамотно рассказал что нет смысла во время боя там что-то накручивать перекручивать что есть смысл слабеньких иногда закидывать чтобы им было полегче в команду чтобы они не играли все время в боях где одни сливы что сильных нужно иногда придерживать чтобы они не улетали вперед и про стрельбу рассказал с ее вбр и правилам трех калибров очень интересно послушать грамотное мнение и вот что по итогу из всего этого считаю я я уже в начале рассказал и вот в принципе итог может быть слабеньких иногда закидывают там в команду где они хоть чуть-чуть там победят что-то сделают средних не трогают вообще и большинство потому что смысл их трогать они так посередине и сильных которые улетели вперед их немножко придерживают чтобы они не улетели еще дальше по итогу что получается что когда ты становишься статистом и начинаешь нагибать еще жестче тебе надо становится труднее ну и что мне все равно ведь если ты так быстро в статистов прилетел то дальше куда ты будешь лететь потолок пробьешь а статистов на самом деле не так уж и много и чтоб хоть как-то им там игралось иногда сложнее для разнообразия да пусть будет тем более что я честно говоря не могу понять как она там работает вот допустим есть хорошая команда в нее закидывают слабого игрока чтобы ему было полегче но ведь это хорошая команда уже становится хуже когда в ней вот этот вот чел он же явно будет играть плохо а в плохую команду когда закидывают хорошего игрока ведь эта команда становится лучше ведь в ней хороший игрок плюс в игре много плохих или хороших рисков они тоже влияют тоже можно закинуть команду на хороший рез будет полегче но это не значит что вы выиграете будет чуть легче нету такого жесткого влияния вот в чем фишка может быть в картошке есть подкрутки но они такие незначительные что они не влияют так жестко как вы думаете реально что влияет это скилл это как вы научились играть вот что влияет это сто процентов видно как люди играют которые хорошо насколько они влияют на бой и что они делают и вы посмотрите реплеи тех кто играет не очень но они же сами так играют даже с плохого респа можно найти себе хорошую позицию раскатку и повлиять на бой и если во время боя отложить эмоции куда подальше не бубнеть про какие-то там подкрутки раскрутки а сфокусироваться на том что происходит во время боя то можно действительно нормально сыграть а игра плохая в те моменты когда в нее приходит очень много людей которые в нее плохо играют в какие-нибудь выходные праздники или еще какие-то непонятные дни а как их вообще контролировать проанализировать и как в них хорошо отыграть когда 29 человек непонятно что делают очень сложно это просто хаос какой-то в остальные дни ты хотя бы можешь дать оценку ситуации и придумать как действовать в ней а вот в эти дни невозможно с вами был арчи карать красиво всем пока